Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видео-коследующего. У человека очень частые боли в горле. Он, человек, борется с этими проявлениями болей, все различные в горле, а справиться не может с ними. Вот не может и все. Это частенько, скажем так, проявляется в детском возрасте. Почему? Потому что у детей практически всегда очень часто наблюдается воспаление 12 меридианов. И, конечно же, многие меридианы простираются по горловой части. Давайте посмотрим меридиан сердца также своим внутренним ходом. Мы видим пунктирные линии. Контролирует горло, гортань. И если данный меридиан воспаляется, то здесь много ума не надо. Энергетика поднимается к данной области. Данная область у человека слабая, допустим, у этого человека. И там частенько эта энергетика останавливается, что и проявляется в той или иной болезни, либо боли. И человек как не борется с этим проявлением боли, а справиться не может. Потому что здесь нужна диагностика 12 меридианов. Почему нужна диагностика 12 меридианов при частых проявлениях боли в горле? Потому как в этой области проходит не только меридиан сердца. Здесь еще проходит у нас меридиан поджелудочной железы, меридиан желчного пузыря, меридиан желудка, меридиан почек. Вот вам, пожалуйста. Меридиан печени, меридиан сердца. Вот уже 5 меридианов мы вам назвали. Вот в каком состоянии эти меридианы. А представьте, эти меридианы все воспалились. Но если, ну нет возможности у вас диагностику провести, но есть огромное желание помочь при частых болях в горле, то нужно учесть вот те меридианы, которые я назвал, и через точку С5 Тун Ли, что профилактическими массажными движениями укреплять данный меридиан. И помните, что это точка Ло, а точка Ло является, которая контролирует весь меридиан и работает со всем меридианом. Так что вы здесь особо, скажем так, не навредите своему организму, а больше поможете. Так что при всех частых проявлениях боли в горле, работайте с точкой С5 Тун Ли и учат ИУ. Что? Обязательно учитывайте состояние тех меридианов, которые также проходят по горлу. И могут провоцировать эти боли. Спасибо за внимание.